Привет, меня зовут Руслан Шеведдинов, и я год жил в бочке. В металлической бочке, в Арктике, на архипелаге Новая Земля, в 300 километрах от ближайшего населенного пункта, недалеко от того места, где в 61-м году произошли самые мощные в истории испытания — взрыв термоядерной царь-бомбы. Я топил снег, чтобы пить и готовить пищу, потому что воды не было. Год я жил без связи и не мог даже выйти ночью на улицу, потому что мог быть съеден голодным белым медведем. Я видел, как от сильнейших ветров сдувало собак, и они буквально летали. Из-за того, что с едой было туго, и вертолет не мог прилететь из-за погоды, я выслеживал и охотился с палкой на гусей. Все это время я жил в металлической бочке, в которой была импровизированная кухня для приготовления консерв и спальня, в которой висел портрет Путина и икона. Вы можете спросить меня, ты сумасшедший? Зачем ты в бочке жил, дурак, что ли? В бочке может храниться нефть или вино, ну или огурчики, но человек в бочке жить не может. Нет, друзья, в бочке я поселился не специально, и ни в каком шоу на выживание я не участвовал. Я просто год служил в российской армии. 23 декабря 2019 года в моей квартире отключилось электричество. Мне выпилили, просто раскурочили дверь. Мой мобильный телефон перестал работать. Оператор вдруг приостановил обслуживание. Нет сети и все. Мне перевернули вверх дном всю квартиру. Обыскали все, забрали всю технику. Потом надели наручники, вывели, и под конвоем, без вещей, без теплой одежды, с распахнутой на стеж дверью, увезли в аэропорт. Дальше был обычный рейсовый самолет в Архангельск. Все еще в наручниках по присмотрам полицейских и военных. А там меня ожидал перелет спецрейсом, военным самолетом, на архипелаг Новая Земля. А вы думали, как в России забирают в армию? Я даже не понимал до конца, где нахожусь. Кругом очень холодно и темно. Командование части и руководство местного военного аэропорта тоже были напуганы, не меньше моего. Им раньше никогда не доставляли срочника, спецрейсом и в сопровождении. Я все ждал, когда хоть что-то похожее на службу начнется. Но оно все не начиналось и не начиналось. Зато ко мне приставили специального человека, контрактника, который фиксировал на камеру каждый мой шаг. Я ел, спал, сидел на занятиях, всегда рядом со мной был человек с камерой. Иногда в пригожинских СМИ и прокремлевских телеграм-каналах появлялись кадры со мной и заметки о том, как прекрасно я провожу время и как же мне там нравится. Всех усилия были направлены на то, чтобы следить, чтобы я никому не мог позвонить. Не добыл откуда-то на арктическом острове айфон, чтобы послать преступное сообщение. Солдат за общение со мной наказывали. У них, у посторонних людей, отбирали и ломали телефоны, чтобы они ни в коем случае не дали мне позвонить. Об этом вообще начали глушить сотовую связь во всей части. Одна из наиболее эффективных армий мира в России на сегодняшний день. Сегодня российская армия имеет больше 70%, если говорить точнее, то почти 71% современного вооружения и техники. Это самый высокий процент среди всех армий мира. Такой формат службы был придуман специально для меня. Это на самом деле службы никакой не было. Это был арест и ссылка за то, что я работал в ФБК, за то, что я работал у Навального, записывал ролики, агитировал и боролся с единой Россией. Я был политическим врагом. В моем случае служба в армии это была не служба отечеству, а способ мне отомстить. Командование на Новой Земле прямым текстом рассказывало мне, что да, у меня положение особенное, специальное, что существует человек, который регулярно звонит и отдает приказы. Большой начальник с генеральскими звездами, которого вместо того, чтобы заниматься своими генеральскими делами, занимался ухудшением жизни рядового Шевединова. И зовут этого начальника Картополов Андрей Валерьевич. Заместитель министра обороны. Заместитель, ответственный за патриотическое воспитание в рядах вооруженных сил. Политрук. Именно он контролировал эту дикую спецоперацию с бочкой. Через полгода, когда точно так же похитили и вывезли в армию моего коллегу Артема Ионова, его отправили на Чикотку, ему точно так же объясняли, извини, ничего личного, генерал-полковник Картополов контролирует и просит отчет о твоем нахождении. Каково же было мое удивление, когда я увидел его фамилию в московском списке кандидатов в Госдуму от Единой России. Вот за кого, оказывается, предлагают голосовать москвичам. Единая Россия долго думала-думала и выбирала лучших. В том числе выбрали вот замминистра обороны Картополова. Формально Картополов является начальником главного военного политического управления. Это управление занимается военно-патриотическим воспитанием среди солдат. Отвечает за морально-идеологическую составляющую в российской армии. Это управление вообще-то новое, существует всего три года. Но по сути это реинкарнация знаменитого советского военно-политического управления, которое занималось политпропагандой и партийной агитацией в советской армии. Теперь же идеология заключается в том, что Россия в кольце врагов. Весь мир объявил России войну. Поэтому надо строить храмы, молиться и прикладываться к мощам. Ну и очень-очень сильно любить Путина. Вот за этими скрепами и следит Картополов. Помните, например, Путин написал статью про Украину? Ну, написал и написал, посмеялись и забыли. А нет, солдат теперь заставляют на занятиях по политпросвету ее изучать и конспектировать. Усаживают как школьников и заставляют заучивать слово вождя. Или того хуже. По словам самого Картополова, чтобы научить солдатов ему разуму, им показывают передачу «Бесогон» Никиты Михалкова. Все вместе они смотрят выпуски, а потом анализируют. И это работает. Выясняется, что либеральная эта идея, она казалась бессильной перед вирусом. Как-то настораживает. 06, 06, 06. Вы, наверное, понимаете, да? Это случайное совпадение? Или это намеренный подбор такого знака, который в апокалипсисе Иоанна назван числом зверя? Я сам много раз сидел в таком помещении со всем личным составом и слушал от политрука о величии нашей армии, о трансгендерах в НАТО, которые угрожают России, о слабости и ничтожности американцев. А потом, наслушавшись лекции о нашем величии, мы шли лопатами копать снег, потому что уборочной техники в нашей великой армии не было, а откапывать военные объекты как-то надо. Картополов является одним из главных кураторов строительства храма вооруженных сил. Его вы, конечно же, все видели. В киотах для икон, там, где обычно располагаются мощи святых, лежат фрагменты троса парашюта или кусочек самолета Ант-2. Решетки сделаны из военных трофеев. Также в музее можно посмотреть на фуражку Гитлера. Поднимаясь по ступеням этого храма, мы идем по оружию, поверженному врагам. Там есть главная икона, которую подарил сам Путин. Заплатил за нее он 14 миллионов личных средств, то есть почти две годовые зарплаты. Не поскупился. Она написана на досках лафета для пушки времен Полтавской битвы. Деревянный лафет. И вот этот лафет, распущенный на доске, плахе, именно на нем написана эта икона. Доски скреплены между собой прикладами от винтовок солдат, воевавших Великую Отечественную войну. Когда-то на лафете было установлено грозное оружие. Теперь изображен лик спаса нерукотворного, главного покровителя русских воинов. Эту икону написали, а потом еще полтора года Картополов возил ее на самолете по военным гарнизонам от Крыма до Владивостока и восхищался ей. Возили на самолете Министерство обороны с торжественной встречи в каждом аэропорту. В местные храмы сгоняли толпы солдат и детей из юнарами, чтобы они прикоснулись к иконе Путина. Сколько это турне стоило Минобороны, страшно представить. При том, что единственная заявленная цель, чтобы икона вернулась в храм намоленной. Про назаичные пановы тоже наверняка слышали. С Путиным, Патрушевым, Бортниковым, Байкером-хирургом и Шойгу. И со Сталином тоже были. Все тогда очень удивились, ну как бы, где храм, а где Сталин. В ответ наш сегодняшний герой Картополов сказал, что Сталин наш верховный главнокомандующий, который вынес на себе всю чажесть войны и вообще религию Сталин вернул. А все те, кто Сталином недовольны, ведут себя так по указке каких-то господ из-за бугра. Правильно. Ну и главный его проект, Юнармия. Не хочется проводить неприятные параллели, но это такое военизированное движение для детей от 8 до 18 лет. На сайте на фоне стреляющих танков и военных самолетов рассказано, что они учат добру, сочувствию и любви. Формальное движение добровольное, но по факту принудительное. Вот, например, письмо с требованием Картополова загнать в Юнармию всех детей офицеров. Всех. Хочешь, не хочешь, вступай. Папин начальник распорядился. И то же самое со школами. Под разными предлогами и разными ухищрениями школьников туда заставляют вступать. Чтобы слушать депутатов и попов, которые рассказывают им про священную войну. Детей загоняют в это движение с 8 лет. И там уже почти миллион школьников. То есть им с 8 лет промывают мозги. Буквально готовят к войне. А сами радуются. Дети с оружием. Как прекрасно. Как патриотично. Если генерал-полковник Картополов взялся за воспитание миллиона чужих детей, то мы не можем не задавать логичный вопрос. А как он воспитывает детей своих? Найти хоть какую-то информацию о самом Картополове очень сложно. Даже не так. Найти хоть какую-нибудь информацию о ком-либо в Министерстве обороны, кто занимает руководящую должность, очень сложно. Долларовый миллионер Сергей Шойгу, которому очень не нравится, когда люди узнают о том, как живет он, его дети, любовницы, решил, что нам, обычным россиянам, ни к чему знать, как живет он и его генералы. Поэтому к этому году засекретили примерно все. Закупки засекречены, поставщики засекречены, имена в Росреестре тоже засекречены. Вот, например, эта дача зама Шойгу, генерала Цаликова. Этот дом и огромный участок на Рублевке стоят больше, чем он мог заработать за всю свою жизнь. Мы эту дачу вычислили по метражу в декларации Цаликова. В выписке вместо его имени написано «Российская Федерация». Ах, вы по метражу научились находить, подумали они. И засекретили теперь и сами декларации. Теперь замы Шойгу, включая нашего сегодняшнего героя Картополова, просто не отчитываются публично о своих доходах. Их фамилии стерли из общего списка деклараций. За этот и за все предыдущие годы. Но нас это, конечно же, не остановит. Андрей Картополов живет вот здесь, в элитном доме, в самом центре Москвы, в Ружейном переулке. Эту квартиру 112 квадратных метров ему выдало Министерство обороны еще в 2016 году. Но зарегистрирован он в другом месте, на улице Знаменка. Это здание Министерства обороны. Там зарегистрированы сотни военных семьями. В том числе, когда-то там была прописана и его дочь, Картополова Варвара Андреевна. Дата рождения 18 апреля 1987 года. Варвара по возрасту, очевидно, пропустила возможность вступить в юную армию. Однако все равно интересно, чем же она занимается. Мы берем ее ИНН, присвоенной еще в 2003 году. Тут она еще под старой фамилией. И видим, что имя изменилось на Гурьянову Варвару Андреевну. Первое, что мы видим, это то, что она профессиональная заводчица собак. У нее собственный питомник в Ростове-на-Дону, где разводят служебных собак. Овчарок и Ньюфанлендов. Сама Варвара в Инстаграме называет себя сумасшедшим собаководом. И правда, у нее в ленте сплошные псы, выставки и кубки. Проверяем ее номер телефона. Он указан на сайте питомника. И в объявлениях тоже. Одни собаки, собаки, собаки. Ну и еще аквариум продает. В принципе, все выглядит достаточно безобидно. Живет себе обычной жизнью в Ростове-на-Дону. Не на Майбахе по столице гоняет, а реально разводит и продает щенков. Достаточно неожиданное, скромное занятие для дочери генерала. Но! Всегда в наших расследованиях на этом месте есть но. В июле 2019 года профессиональные интересы нашей заводчицы резко и неожиданно изменились. Она стала совладелицей, расположенного в тысячи километров от Ростова и ее питомника, машиностроительного завода. И не просто завода. Дочери Картополова принадлежит доля в ООО «Брасовский машзавод». Про этот завод в интернете написано совсем мало. Если ознакомиться с их сайтом, то станет понятно почему. Кроме металлоконструкций, трубопроводной арматуры и всяких клапанов, завод занимается тем, что изготавливает, например, специальные контейнеры для боеприпасов. Герметичные упаковки для боеприпасов с отравляющими веществами, то есть контейнеры для перевозки химического оружия. Если вам кажется, что они приврали, нет, посмотрите, у них абсолютно официально есть лицензия от ФСБ и Минобороны на работу с Гостайной. Дальше еще хуже. «Брасовский машзавод», где у дочери замминистра Минобороны доля обслуживает и Министерство обороны. Они разрабатывают и изготавливают оборудование для специальных фортификационных сооружений. Специальные фортификационные сооружения — это такие секретные капитальные объекты Минобороны. Бункеры всякие, подземные командные пункты, узлы связи, убежища и места хранения боеприпасов. Такие сверхсекретные и сверхукопленные объекты, которые могут выдержать все — и землетрясения, и нападения, и удар ракетой. И отдельно смешно. Со всей этой секретностью, как прямо на их сайте, они пишут. «Сделали такой-то, такой-то клапан тут, такое-то устройство здесь, шифр-депозит, шифр-руказчик, шифр-познание». Прямо сейчас, кстати, Брасовский машзавод продолжает выполнять заказы Минобороны, строить что-то там для объектов ракетных войск стратегического назначения. «Ничего себе, это все мне!» И вот как получается. Неудобно и неприятно. Картополов буквально тот человек, который учит нас, как надо Родину любить. «Спаситель воскрес, так Родина наша воскресла после этой тяжелейшей войны и до сих пор остается самой могучей и самой любимой». Учит уже почти миллион юнормейцев каким-то там своим ценностям и тому, как надо поклоняться мощам. «Традиция привнесения туда мощей особо почитаемых святых в нашей стране, прежде всего в вооруженных силах, она будет продолжаться. Мы с этого начинаем». Рассказывать про патриотизм и любовь к отечеству. А ребенка своего пристроил на этом отечестве деньги на господрядах зарабатывать. «Надай им Бог успехов, чтобы они добились там зримых, желаемых всеми нами результатов». Сейчас он хочет оказаться в Госдуме, где для него уже заготовлено теплое кресло главы Комитета по обороне. И будет и дальше он одной рукой держать иконы, а другой воровать. Попадет он в Госдуму или нет, зависит от вас. Чем меньше москвичей проголосуют за Единую Россию, тем больше шансов на то, что Крутополов не изберется. Давайте воспользуемся этим шансом. Придем и проголосуем против Единой России. Присоединяйтесь к умному голосованию. Скачивайте наше приложение, там не нужна регистрация, не нужно оставлять никаких данных. Просто не забудьте в день голосования посмотреть, кто же кандидат от умного голосования по вашему округу. И проголосуйте. Подписывайтесь на этот канал. Свободу Алексею Навальному. Свободу Алексею Навальному.